Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Только что мы слышали апостольский отрывок из второго послания святого апостола Павла к Коринфянам, в котором автор повествует о важности и даже неизбежности внутреннего обновления человека во Христе. Своё учение об обновлении человека первоверховный апостол, начиная с утверждения о том, что каждый человек, хочет он того или не хочет, воскреснет, подобно тому, как воскрес Господь наш Иисус Христос. Так апостол пишет, «Мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами». По замечанию священному ученика Поликарпа Смирского, «Бог Отец воскресил из мертвого Господа нашего Иисуса Христа. Воскресит Он и нас, если будем исполнять Его заповеди и волю, поступать благочестиво, любить то, что возлюбил Бог, а самое главное – удаляться от всякой неправды, греха, беззакония». А блаженный Феодорит Кирский дополняет, «Мы веруем, что Бог через Иисуса Христа и нас соделает победителями смерти и вместе нас и вас представит пред страшным престолом». Путь к воскресению и победе над смертью открыт Господом нашим и лежит этот путь через праведность, через очищение души либо подвигами добробольными, либо страданиями невольными. Именно поэтому свидетель Николай Сербский пишет, «После воскресения из мертвых Христа Спасителя от человеческого желания уже ничего не зависит. Хотим мы воскреснуть или не хотим, мы обязательно воскреснем. Но от нас зависит только то, какое именно воскресение мы унаследуем. Воскресение жизни в блаженство или воскресение страданий и вечных мучений». Если человек земной жизни воспитал в своем сердце не любовь и справедливость, не доброту и милосердие, а наоборот, гордость, измену, неблагодарность и злобу, если человек жил в этой жизни, постоянно завидуя другим, если человек был агрессивным, то именно эти качества человеческой души и перейдут с ним и на бытие. Зная, что в итоге каждый из нас воскреснет, мы, по слову апостола Павла, не можем унывать, ведь даже если, как пишет об этом апостол, внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Святитель Златоуст отмечает, каким образом тлеет внешний человек, когда терпит бичевание, гонения, другие бесчисленные бедствия. А внутренний как обновляется? Верою, надеждою, ревностью. Ведь чем более страдает тело, тем более душа имеет благих надежд и тем более просветляется, как золото, многоискушенное действием огня. Размышляя над приведенными словами апостола, святитель Феофан Златворник пишет, «Внутренний человек — это дух самосознательный и свободный, обладающий страхом Божиим, совестью и неудовлетворенностью ничем тварным. Все эти проявления духа под действием благодати начинаются с первой минуты рождения в новую жизнь. Но растут они и крепнут постепенно более от благодатных воздействий, но немало и от внешних состояний человека. При этом благосостояние внешнее может мешать совершенствованию духа. Скорби же внешние, наоборот, помогают его совершенствованию, держа дух в отрешении от всего и давая ему возможность обращать все усилия свои на самовозрастание, не развлекаясь ничем сторонним». Апостол отмечает, что страдания, которые испытывает душа и тело в этой земной жизни, не должны страшить человека, ведь они только закаляют его духовно, делают его более расположенным для Царства Божьего. Апостол так и пишет в конце сегодняшнего отрывка, «Кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Святитель Амбросий Меделандский поясняет, «Страдания текущего времени, которые по причине веры случаются, называет апостол кратковременными и легкими, поскольку они приходящие. И в безмерном преизбытке будет воздана вечная слава претерпевающим, ибо малым трудам грядет великая награда, и за малое страдание в безмерном преизбытке воздастся слава вечную». Наша плоть подвержена многим испытаниям мира сего. Она страдает от голода и холода, ударов и побоев. Она бессильна перед жаждой и всякими другими физическими испытаниями. Впрочем, окрыленная надеждой на спасение, душа, живущая в ней, постоянно обновляется и не гибнет в несгодах. Она обогащается, приобретая все новые и новые замечательные качества, добродетели. Можно даже сказать, что разрушение нашего тела приближает наше бессмертие, нашу славу в божественной вечности. По этой причине тот, кто желает себе добра, только добра истинного, а не временного, не будет более родить о теле, чем о душе. Он всячески постарается держать душу свою в чистоте и преданности Богу. По мысли святых отцов, тело нужно щадить в той мере, какой оно необходимо душе. Его нужно поддерживать умеренным попечением, но не развращать чрезмерными удовольствиями, не превращать, как говорит святой апостол Павел, попечение о плоти в похоти. Иначе в наслаждениях временного мира можно будет быстро забыть об истинных, то есть вечных потребностях души. Читая сегодняшний апостольский отрывок, мы должны помнить, что страдания текущего времени, выпадающие на долю праведников ради Христа, святой апостол Павел называют легкими и кратковременными, хотя это и гонения, и темницы, и многое другое, что не может не пугать обычного человека и не вызывать его отвращение. Однако в таких мучениях верный последователь Христа видит вовсе не унижение, но наоборот, стержание будущей славы, торжество вечного блаженства на небесах, благословенное единение с Господом. Научимся же не смущаться и не досадовать, сталкиваясь с обстоятельствами жизни, которые нам, может быть, не очень нравятся. Будем с мужеством, смирением и терпением приносить все то, что посылает нам Господь. Пусть скорби нас не смущают, потому что они для нас не обуза, а приобретение. Они очищают душу и обновляют внутреннего нашего человека, тремящегося к Богу. Ими мы приобретаем самое дорогое сокровище Господа нашего и Иисуса Христа. А если это так, то просто не существует в мире того, что мы не могли бы преодолеть, чтобы наследовать небесное Царство во Христе Иисусе Господе нашим, Которому слава ныне и присно и во веки веков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова